ну чё здорово youtube здорово дзен с вами джон он же твап 312 сегодня в этом ролике мы зачитаем что же банджет написали в нашем любимом еженедельном блоге и заодно заценим что нас там ждет собственно после вашего лайка подписки на канал протекла . прохождение по всем ссылочкам с вами ролика для поддержки стримера напоминаю что у нас тут на твиче стримы каждый день проходят где можно со мной вместе поорать поиграть ну и поучаствовать в и по возиках и поздавать какие-нибудь вопросики если хотите в один следующих видосов попасть может делать через донат есть сумма в 10 раз увеличится ну и спасибо всем тем кто поддерживает меня на бусте а именно благодарю трафика энджемса и и вот так это за железного лорда из-за путника соответственно ну что ж погнали смотреть чё же нам там приготовил наши новостной блок лап у нас на этой неделе написала хиппи поэтому готовимся к мощному литературному слогу и включаем переводчик на этой неделе в банджи от 3 от 30 до 1023 мы все еще приходим себя после эмоциональных американских горок которые были сюжетные миссии прошлой недели воспоминания недели цветочных вокруг команды кольдой хотя мы все еще делаем все возможно что притворяться что мы не рдаем над наш любимым меха механикой а механиком дам мы хотели поделиться нашим предварительным просмотром обновленного оружия в середине сезона забавным закулисным взглядом на анимационные ужасы для разработчиков и обновленной информации о том над чем усердно работает наша команда поддержки игроков и так вот что мы собираемся учить на этой неделе предварительный просмотр нашего обновления в середине сезона от команды отвечаю на вопрос об одном конкретном орудии которые ищут игроки закулисный взгляд на анимации заполнители касающиеся одного пистолета одной пушки точнее обновительно точнее обновление нашей службы поддержки об известных проблемах в предстоящих обновлениях и любимые сообществом художества и киношки недели на случай если вы пропустили блог по прошлой неделе вот полезный tldr ну короче кто захочет там с этим ознакомиться можно пройти мой предыдущий видос прежде чем мы перейдем собственно тапу хотели бы отдать должен невероятной манди холдей холдей отдала свою жизнь да 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 холдей классная когда-нибудь и воскресят я надеюсь если говорить о более личном я работал над самолетами которые были сидами службы аманда холдей отдала свою жизнь помочь окружающим тем кто нуждался защите пресс-ф время для трудного разговора мы следили за отзывами сообщества об общей сложности с момента запуска конца света и у нас есть некоторые изменения в сегодняшнем обновлении и будущих обновлений которые изменяют некоторые возможности сегодняшнем обновлении мы уменьшили скаляра хп легендарного и обычных мобов для так сказать для пве которые не являются боцами которые по нашему мнению были много выше чем нам хотелось уменьшен скаляра хп противника во всех активностях незвязанных с рейдом легенды подземелья и мастеров на 10 процентов уменьшен скаляр здоровья ну налетов на точнее миссии экстратической на валоне на 33 процентов полной боевой группе дальше то они говорят про то что стоимость похвал стало меньше да для рейтингов то есть раньше было 460 теперь 100 ну и так далее но это мы все патчи уже посмотрели давайте уже перейдем предварительному просмотру пушек выпуск оружия всем привет добро пожаловать на наш предварительный просмотр прохождение баланса оружия в середине сезона здесь главный дизайнер крис проктор это не будет грандиотным событием но мы чувствуем что изменение которое у нас есть влияет на песочницы как пвп так а пве кроме того в качестве примечания на случае если вы пропустили это в патче прошлой недели мы исправили проблему с захватом цели которая делала его значительно более щадящим в использовании чем предполагалось как изначально он должен был быть включен в этот патч но мы посчитали что изменение оправдано переносится итак баланс основного оружия пве мы хотели посмотреть как изменилась песочница пве после выхода конца света не обязательно для того чтобы понять нужно ли улучшать основное оружие но больше того чтобы понять насколько мы должны его улучшить мы провели довольно много тестов с этими стволами контенте начиная от героических сумешек налетов и заканчивая легендарными сюжетками вплоть до грандмастеров и мы считаем что изменение является эффективным не снижая сложность соответствующих ствол активности в героическом легендарном контенте у нас точнее у вас должно быть больше шансов нанести один удар по врагам с красной полоской в зависимости от того типа оружия и даже в грандмастерах мы сократили количество выстрелов время необходимое для убийства из приведенного ниже оружия против врагов с красной и оранжевой полоской мы хотим добавить что мы не считаем что закончили настраивать урон от оружия пве это всего лишь отправная точка и мы вернемся к ней ближайший сезон и чтобы убедиться что всему есть место песочница увеличен урон от следующих типов оружия против врагов с красной и оранжевой полоской пве автоматические винтовки сталкивают жесткой конкуренции со стороны пистолетов пулеметов смг и в пределах их диапазона и больше и большего возможного расстояния поражения было недостаточно чтобы компенсировать это мы не хотим чтобы автоматы поражали воители быстрее чем пистолет и пулеметы поскольку это передернуло бы сценарий и вместо этого сделал бы недействительный вариант с меньшим радиусом действия ну точнее с меньшей дальности но мы чувствовали что можем существенно сократить разрыв так что у автоматов урон увеличен на 25 процент у импульсных винтовок и револьверов в течение некоторого времени считались более слабыми и сложным пве контенте по сравнению с другими стволами поэтому мы хотели убедиться что баф который мы им дали был существенным в то же время сохраняя их ниже вариантов с низкой дальностью стрельбы с точки зрения чистой смертоносности импульсные винтовки испытывали трудности будучи менее эффективными чем винтовки разведчика несмотря на по большей части меньшую дальность стрельбы мы также включили в эту группу скорострель огнестрельное оружие пардон потому что она также отставала по урону по сравнению с пистолетами пулеметами дальнего радиуса действия при этих значениях импульсные винтовки должны были быть более разумном месте револьверы должны ощущаться так как будто они наносят больше урона а пистолеты должны намного лучше подходить под категорию высокий риск высокая награда импульсные винтовки и револьверы и прочее там огнестрельное оружие а и пистолеты увеличен урона 20 процентов что концается винтовок разведчиков нам нужно быть осторожными на ставе винтовки разведчика слишком сильно потому что они предполагают преимущество очень безопасной и безопасной дальности боя в сочетании с неограниченным количеством боеприпасов поэтому их чрезмерная мощность мгновенно превращает большинство пве контента для эндгейма в сидеть как можно дальше и бить чего мы хотим избежать тем не менее после изменений в другом да тем не менее когда они подредактировали другие пушки они почувствовали что винтовки разведчика отстают слишком сильно поэтому они немножко их бафнули так что винтовки разведчика теперь наносит на 10 процентов урона больше чем должны были раньше это делать пистолеты и луки а пистолеты пулеметы и луки мы настроили остальное основное оружие используя эти два архетипа в качестве эталонов но как упоминалось выше мы продолжим следить за балансом оружие там в первый слот ну на белых патронах пве и можем пересмотреть их настроек по мере необходимости так а почему тут у нас cloud strike небесный удар ну ладно архетипа оружия пистолетовыми пулеметы агрессивные smg были очень сильны в пве по памяти за последние несколько пару месяцев и большая часть заслуг а последнюю пару месяцев с ноября досталось горские аутсайдеров и тела пипега была нас для нас загадкой поскольку мы постоянно чувствовали получали отчет о том что пистолет подожди пистолет а что эта пушка обладает гораздо большей стабильностью чем следовало бы по его статистике по сравнению с другими пистолетами пулеметами изначально и кел пипега был создан еще в эпоху военного разума когда у нас было меньше рекомендаций по поддержанию баланса оружия и после более глубокого исследования мы обнаружили что при целом оружия добавлен некоторые пользовательские настройки чтобы придать ему эффект уменьшения отдачи блин не дай бог они нерв осуществлят только нервом отдачи это блин на клаву мыши вообще никто не почувствует для сравнения настройка уменьшение отдачи было похоже на эффект почти эквивалентные моменту постержания цен при максимальной силе и всегда активно мы удалили эту пользовательскую настройку и теперь отдача должна ощущаться соответствии с пистолетами пулеметами пистолет пулемета smg удалены некоторые настройки в пользовательском прицеле в издате чего отдачи этого оружия значительно меньше чем предполагалось отдача теперь соответствует другим агрессивным рамам smg мы понимаем что это изменение в изоляции хоть и заметное вряд ли сильно повлияет на текущее доминирование агрессивных пистолетов пулеметов поэтому у нас есть более масштабные изменения чтобы меньше тюшерпы от потенциальства агрессивых 750 который выйдет вместе с 21 сезона то есть мы получается в пятницу на последней неделе мая в испытаниях осирис когда пистолет пулемет достанем у нас пара дней будет допустим побега с этой пипегой а потом все изменение будет направлено на изменение порога отказа устойчивости при котором оружие может достичь оптимального времени убийства в 0,67 секунды до более низкого значения чтобы обеспечить более разумное время поражения в 0,77 секунды против большинства игроков а также уменьшить а точнее ну чтобы сделать так чтобы она меньше прощала большее количество попаданий не в крит а в тело опять плазмные винтовки ну ладно давайте жгите балалачники когда мы когда мы в последний раз касались плазмных винтовок эффективность дробовиков сильно упала и мы были обеспокоены тем что их место займут скорострельные рамочные сплавы таким образом мы довольно сильно упреждали быстрые выстрелы в сегодняшней песочнице это вызывает меньшее беспокойство за обновленные силы дробовиков после изменения эффективности в воздухе и разброса пуль поэтому мы вернули часть урона который мы нанесли сказать остальному оружию это испо это изменение вернет и к определенному преодолению всех уровней устойчивости за 7 болтов и придаст ему приличный прирост простоте использования а они бафают плазминки кто хотел нерв плазменных винтовок чё с лицом понимаю а они бафают скорострельную ламу раму плазменных винтовок чтобы за 7 болтов можно было нормальное количество игроков убивать то есть увеличен урон от выстрела на 15 урон от взрыва увеличивается с 245 до 260 урон от болта увеличивается с 27 2 до 80 до 28 и 9 понимаю понимаю окей ладно что касается линейный урон не изменился что касается ли лучевых винтовок лучевые винтовки находятся в довольно опасном положении пвп в умелых руках они могут убивать очень быстро с дальних дистанций даже за пределами их оптимального времени для убийства time to kill с одной стороны они могут быть сложным в использовании и они часто чувствуют себя сильно ограниченными в басах если вы не достаете достигать оптимального time to kill мы много экспериментируют с ними для этого значения включая несколько комбинаций коэффициентов урона и крита и остановились на проведенных ниже значения как на максимальных которые мы могли увеличить нанося урон прежде чем с ними стало сложно иметь дело пвп интересно что при уроне выше этого создавалось ощущение что у них был избыток бп пассов особенно в режимах 6 на 6 и они часто могли совершать два убийства за каждый поднятые специальный блок получается с боеприпасами что вызывало беспокойство после того как мы изменили значение их урона не по-прежнему чувствовали что им нужно немного больше и мы хотели приложить больше усилий чтобы сделать их удобного использования поэтому увеличили влияние стабильности на уменьшение рассказать флинча да вот шатание прицела на верхнем конце характеристики мы будем следить за этими изменениями как когда она выйдет в эфир возможно вернемся ситуации с бп пассами в будущем обновлении если эффективность останется низкой увеличен базовый урон на 4 процента базовый урон увеличивается 12 до 12 с половиной уменьшен множитель точности попадания с 1.40 до 1.35 сотых критический урон увеличивается с 16 8 до 16 9 повышенная эффективность стабильности при уменьшении флинча на 10 процентов представ стойкости масштабируется при более низких значениях ну посмотрим наверное но я не знаю банджи уже несколько раз по баффали лучевой винтовки да и ну за исключением парочки энтузиастов с ними так никто и не бегает ну посмотрим может быть это как-то поможет им не но вряд ли но опять же может быть кто их знает снайперская винтовка скорострельные снайперские винтовки ну 140 долгое время пытались найти себе место как пвп так и пве мети пвп их неспособность убивать двумя выстрелами тела ставит их в неравное положение с другими снайперками ой уже напрягает эта фраза типа расчехляйте клау страйк а в пве из-за их быстрой скорости но стандартных размеров инвентаря вы постоянно чувствуете нехватку боепассов чтобы решить эти проблемы и отличить их от других снайперских подземельств мы уменьшили их отдачу на 50 процент это означает что носить криты боссу или воителю пве на стало намного проще и делать быстрые последующие удары пвп тоже мы также увеличили их характеристики точнее увеличили их магазин на 30 процентов что должно ну размер магазина заднего да ну не используемого что должно дать им намного больше возможности для использования в пве контенте окей уменьшена отдача на 50 процентов увеличено общее количество боепассов магазин плюс запас на 30 процентов ну допустим но опять же вот пвп это только на клау страйк повлияет потому что ну опять же зачем брать другие 140 снайпы если у нас буквально есть снайпа который может всю вражескую команду вайпнуть ну да ладно что касается экзотического оружия последнее предупреждение последнее предупреждение возможность отслеживать цели сквозь баррикады но это пистолет новый до экзотически в некоторых случаях забавная оказалась довольно несправедливо в игре и не было задумано механикой оружия больше не может отмечать цели через баррикады титанов окей тараба это оружие это то зачем мы некоторое время следили с учетом того что внимание уделялось агрессивным пистолетом пулеметом казалось что тараба провел свое время очень много на солнце когда оружие было представлено выживаемость пвп была значительно ниже предполагалось что потребуется почти два полных почти два полных сражения подожди а почти два полных сражения да собственно чтобы активировать revenue's beast ну перк этот который накапливал бафы при убийствах что сделала его одним из самых дорогостоящих активатора перка которые у нас были в игре и оправдывала его невероятная мощность однако по мере развития песочницы живучесть живучесть возросла и стало возможным что revenue's beast будет очень близок активации после одного боя а там не убивать надо там просто носите урон по противникам да точно это означало что опытные игроки могли целенаправленно приманить или получить небольшое количество урона например выдержать эффект гранаты чтобы увеличить перк а затем активировать его во втором сражении полученная легкость доступа сделал revenue's beast исключением в сегодняшнем пвп и у нас остались варианты снижения эффективности самого перка или попытки усложнить его активации и мы решили работать с последним это уменьшение энергии предоставлено для получения при получении урона снова возлагает ответственность за нанесение урона на используя на пользователей смещает баланс перка обратно в сторону сложного активатора который оправдает его награду виде мощного эффекта кроме того мы продолжаем нашу миссию по устранению ну а уклонение от масштаба и это было подходящее время чтобы уменьшить масштаб то рабы короче чтобы меньше использовали до чего-то больше соответствующего остальном ахи типу пистолетов пулемет уменьшено количество энергии хищного зверя генерируем при нанесении урона с 3 процентов до 1 процента уменьшен я так понял прицел как это называется забыл кратность прицела с 16 до 15 нулевая ревизия теперь четвертый раз очарование в этот в этот с работающий когда нулевая ревизия вошла в центр 3 забавное и целенаправленное взаимодействие но но она вызвала некоторые досадные проблемы слишком ранее активация когда перк был активирован привела к переполнению неограничен ограниченного объема магазина и возврату оружия в обычный режим импульсной винтовки мы внесли исправление чтобы в этот т.ц мог продолжить работать пока hunter трейс активен но он не может выдавать боеприпаса пока не будут расходованы все выстрелы ну короче перк да который в этой пушке работает это означает что вы все еще сможете наслаждаться двумя бесплатными выстрелами предоставлены перком до тех пор пока вы выполняете все четыре раунда hunter trace не беспокойся о том что вас вышвырнут из режима получается вот этого набирания бафа кроме того мы увеличили урон от раундов hunter trace на 25 процентов пве и мы увеличили урон от раундов хаки heavy burst на 75 процентов короче hunter trace это у нас четыре выстрела с пульсы ахаки точнее а 4 пульки в каждом выстреле ахаки heavy burst это у нас два выстрела на 75 процентов пве там увеличен урон теперь это скорее компромисс при выборе между перками между оригинальными перками этой пушки либо наносить больше урона в основном режиме но заряжать снайперский выстрел медленнее либо наносить меньше урона заряжать бонусные выстрелы быстрее четвертый раз очарование теперь будет сброшено при входе в следующего охотника это предоставит это предотвратит проблему одиночного выстрела в режиме охотничьего следа и принудительного возврата в режим импульсной винтовки при активации в этот отце увеличен урон от пве раундов hunter trace на 25 процентов увеличен уронов пве снарядов харьки heavy burst на 75 процентов ну-ка чё это у нас это прицелы нам показывают новое или что а ну чё насколько там бафнули ну типа сколько урона сейчас наносит зловещее касание примеру тачу в мэлис сколько урон наносит экзотические револьверы по мобам вот смотрите ка у пикового туза новый прицел показывает заряженные пульки удобная будет думаю будет для любителей так сказать этого оружия так дальше чё ну ртутная буря насколько ее бафнули бафнули значительно векс а показано что три выстрела заряженных того сейчас вот два потратилось прикольно а можно нам в игру такой же режим с манекенами ну как бы такой же режим с манекенами у нас было в зале трофеев на нас решили его лишить ну ладно на презентации 21 сезона радикальная доработка прицельных сеток для оружия чтобы лучше отображать полезную информацию для игроков точность помощь при прицеливании состояние заряда состояние экзотических перков и так далее агрессивный каркас точнее пистолет пулемет на 750 и граммеза получит нерв десятипроцентный пве баф к урону от снайперской винтовки будет получен улучшение консировкой более чем дюжины экзотических видов оружия включая гритон на копье и хватку спасения внезапно то есть это то что у нас будет на старте межсезонного на межсезонном почти патче получается подожди сейчас бы понять когда все эти изменения будут баланс основного оружия пве просто здесь вот не совсем понятно вот все эти изменения они у нас будут вначале 21 сезона тогда почему они это назвали межсезонным патчем ну да ладно в будущем мы собираемся взглянуть на то как масштабирование в взаимодействии с уменьшением урона базового урона уменьшается с дальности всех видов оружия в целом масштабирование такие перки как дальномер который управляет масштабируем стали требованием нескольким типом оружия либо для того чтобы вообще конкурировать песочницы либо для того чтобы оружие могло превышать предполагаемую дальность поражения это привело нас тому что мы начали консолидировать значение масштабирования для определенных архетипов оружия что устраняет важный рычаг который мы можем использовать для изменения ощущения оружия учитывая влияние масштабирования на поле зрения уменьшение отдачи и снижение скорости прицеления мы следуем разделение уменьшения урона от зума это будет сопровожаться обновлением базового значения Уменьшение урона для компенсации Что должно позволить нам лучше контролировать Диапазон и поражение отдельных архетипов В то же время позволяя нам продолжать Использовать зум в качестве регулятора Настройки для ощущения оружия Без существенного изменения и характеристик Надеюсь понятно написано Дело о пропавшем хвостове Взгляд на Вуаль разработчика У Джеймса Майерса У директора Джеймса Майерса Есть ответ, который многие до нас спрашивают Где черт возьми? Оружие хвостово видно в роликах Забавная история Об этом, мы позволим Майерсу взять На себя смелость об этом рассказать Ну да, у нас тут на протяжении все сюжетки Конца света У нас Страж бегает с хвостовым Экзотический автомат, который Был у нас в первой части И во второй части он у нас был как стартовая пушка Или нет, или не был Но в первой части точно у нас он был как стартовая пушка А во второй части уже забыл Да, он есть, ну короче, не суть Во время съемок Lightfall Был применен определенный сюжетный ход Связанный с неохотным наведением оружия И мы быстро поняли, что нам нужно будет анимировать этот эффект Гораздо более конкретно, чем обычно Это происходит со Стражами Находящимися Ну, короче Решили не анимировать каждую пушку Потому что у нас у всех пушки разные Но почему-то Призраку у них получилось анимировать Многие игроки заметили некоторые глупые результаты В некоторых сценах реального времени Даже когда мы избегаем экстремальных пост Например, наш Страж, держащий лук в конце Королева-Ведьм Итак, я связался с ведущими студией и предложил нам выбрать оружие по умолчанию Которое мы могли бы использовать, если нам когда-нибудь понадобится что-то подобное Я предложил Хвостов, потому что это самое первое оружие, которое каждый игрок получает в Destiny Буквально каждый Страж воздвелся с этим оружием Так что это было правильное решение Ну, короче, скорость важнее качества В то же время разрабатывались новые системы, в которых были представлены Стражи Например, Благодарности, Похвалы И аналогичным образом было много визуальных ошибок Появляющихся при использовании определенного оружия Такого как Глефы и Луки Команда аниматоров была на пределе Закрывая работу над кинематографом И, к сожалению, новый набор анимаций стоил нам другого контента Из-за этого мы приняли решение использовать ту же логику по умолчанию в тех случаях Когда визуальная ошибка может снизить планку качества О Которую мы стремимся достичь Что касается шлемов, которые можно увидеть в кинематографе на движке Да Я видел, как некоторые люди публиковали скриншоты своих Стражей из недавних фильмов в реальном времени И многие были без шлемаков Кое-что, что мы начали делать в Lightfall Это уважать выбор игрока в шлеме или без шлемов в катсценах реального времени Где это уместно? Например, мы будем держать ваш шлем в вакууме космоса Ну да Но по большей части, если вы выберете скрыть шлем Вы увидите лицо своего Стража И если вы этого не сделаете, вы этого не сделаете Если не будет особого исключения Ну логично, да Я не хочу давать это обещание слишком строго на всякий случай Следует иметь в виду одно предостережение Съемки 20 сезона были в производстве до того, как мы завершили этот план Поэтому, начиная с 21 сезона, это будет последовательно В качестве небольшого бонуса, быстрый взгляд Некоторые аниматоры в киностудии недавно обсуждали, как они смешными способами выдвигают анимационную позу, чтобы точно передать кадр на камеру Окей Короче, что вы видите Что мы видим Ладно Там будут обои Ну короче, для рабочего стола Артики Кому интересно Марасов Незарек Пука Нити Незарек снова Ой ты мой пивной животик 312 Большая Пука Авалон миссия Еще больше Пука Еще больше Нитей Крупный Крупным кадром на все это дело Нитки Нитки А где нитки на Варлока? Ну ладно Еще больше пивных животиков Так Еще больше Пуки Понимаю Понимаю Это то есть меня забайтили тем, что твой большой Потому что Где-то сколько? Подожди Вот Больше Половины Пространства Тваба Занимают вот эти картинки Хорошо Спасибо Забайчино Забайчино Хорошо Ладно Отчет службы поддержки игроков Еще одна неделя Еще один Отчет службы поддержки Сбой загрузки Нам известна проблема Из-за которой Попытка установить Определенное снаряжение Может привести к сбоям в игре для игроков Мы рекомендуем игрокам Столкнувшись с кодом Ошибки видел При отношении к экипировке Убедиться, что Предметы и классы Используют обновленную версию Моду Усильный финиш Как описано В исправлении 7.006 Обновление ранга стражи Были обновлены требования К получению В годарности За разблокировку рангов Стража 7.8.9 Обновленные требования Можно просмотреть В целях Ранга Хранителя Перейдя на вкладку Путешествий Игроки Должны Выполнить Все требуемые задания А затем Взаимодействовать Железным деревом Башни Чтобы разблокировать Свой следующий ранг Стража Известные проблемы Миссия сохранения В тронном мире Недоступна Для некоторых игроков Легендарный сектор Гидропоники Дельта Лост Имеет более длительный Таймер возрождения Игроки Ветераны Не получают Нужное количество Книг По знаниям Когда они Впервые повышаются В рейтинге Взрыв Резервар Бёрст Для плазменной Винтовки С пропитанием А Жизнеобеспечением Пардона Иногда может Не сработать При убийстве В револьвере На один Адептском Испытании Осирис На один патрон Меньше В магазине Чем в версии Безадепта Я вот не знаю Я по-моему Уже в третьем Туабе Эту заметку вижу Когда поправите Ладно Грави лифт На Найаму Не привязан К частоте кадров Из-за этого Игроки С более высокой Частою кадров Умирают При приземлении Задания Не относящиеся К концу света Отображаются в категории Короче Опять повтор Синтез брони Тандархия Вроде этого не было Некоторые Типы тяжелого Вооружения Не выиграют От оснащения Третьего резервного Мода Это тоже было Игроки Не могут Экипировать Непокоренного Тоже было Восстановление Возвращается К более низкому Таймеру При Воссоздании Точнее Это тоже было Оружие Может отмечать Цели Через бракады Титанов Это было В этом же Твабе Поток Генерации Переставить Функционировать У охотников За гранатами Которые Не захватываются При После использования Их Суперспособности Это тоже было Рукопашный бой Без применения сил Может приводить Быстрые комбинации Ближнего боя Быстрые последовательности Это тоже было Черный экран На PS5 Тоже было DXDiag Тоже было Благодарности Выделены Серым светом Догадайтесь что Тоже было Офигенный отчет Служба поддержки Спасибо Ладно Видосики Понятно Художники Понятно Последний Бог трапеции В общем Это завершение Нашей последней Публикации Это будет Довольно Сфокусировано На оружии Тваб И О недавних Изменениях Мы сейчас поговорили Теперь наши пути Должны разойтись Не забывайте Пить водичку Увидимся С другой стороны Друзья хиппи Окей Нее Ладно Ну короче Если вкратце О чем то Здесь вот Большая часть Это упоминание Всего того Что у нас было В прошлом сезоне Точнее на прошлой неделе В прошлом 2б Там вспоминают Аманду И так далее Дальше у нас тут Пересказывание Патч ноута Про уменьшение ХП мобов ВВЕ Уменьшение Количества требуемых Похвал И так далее Дальше Банджи Ребаланснули Все оружие На белых патронах То есть Увеличивали урон У автоматов У импульсных винтовок У винтовок разведчика У пистолетов И у луков Ничего не трогали ПВЕ Должно стать Эффективнее Все это дело То есть Мобы станут слабее Мы по ним Будем наносить Больше урона И нерф 30 Ну точнее И нерв стойкости Получается Вообще Может быть Забыто окончательно Дальше Отдельно Нерфанули Келловский Пистолет-пулемет И в целом И в целом Пистолеты-пулеметы 750 Это будет со стартом 21 сезона Ой И я там на фоне По-моему Красную рамку получил Ладно Плазминки Скорострельные Бафнут на 15% Увеличится урон С 245 До 267 Урон от болта Увеличится С 27 Имеет 2 До 28 И 9 В ПВП Урон ПВЕ Не поменяется Также бафнут Лучевые винтовки На 4% Снайперские винтовки Тоже бафнут Скорострельные Что ПВП Что ПВЕ Уменьшит отдачу Увеличит базовый магазин Экзотическое оружие Подредактирую Так сказать То есть Пистолет не будет Больше просвечивать Цели сквозь баррикады Тарабая То будет занерфлено Теперь там Надо будет гораздо Больше Наносить урона Чтобы получить Баф в хищный зверь Алочный зверь Неважно Увеличен масштаб Также Уменьшен прицел С 16 до 15 Нулевая ревизия Тоже будет изменена То есть Там увеличит урон ПВЕ От высокостр... Сука От высокострельных Патронов На 25% И от Низкоскорострельных На 75% Дальше Дальше Что у нас тут есть Ну тут опять же Рассказывают нам Будущие планы Свои То что некоторые Перки поменяют И поработать Над зумом Ну и Также нам рассказали Про нитки Точнее Про вуаль То что Даже не про вуаль А про То почему у нас Этот Как его называют Сейчас С мыслью соберусь А Почему у нас Хвостов Во всех катсценах В игре Выяснилось Что это для экономии Ресурсов Кто бы мог подумать И теперь у нас Некоторых катсценах Где Если вы выбрали Себе Ходить без шлема То вас будут показывать Без шлема Ну естественно За исключениями Ну допустим В вакууме Не буду так показывать Ну и дальше Целая куча рабочих Картинок Ну тут понятно Все И в конце У нас идет Рьюз Отчета службы поддержки То есть Все что здесь есть Буквально Да Уже было В предыдущих Твабах и пачноутах Ну и на этом Весь тваб Получается Ладно Мне интересно Что мне там Выпала за пушка Не Обычный револьвер упал Ладно Ютюб Дзен Спасибо за просмотр Твич Пойдем дальше Фармить рубежи Полный порядок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok